Это наш пирс. Здесь летом очень часто у нас пробудят выездные регистрации. То есть, если раньше здесь был очень красивый вид с заводью, с зеленью, то сейчас на данный момент, к сожалению, у нас вот такие вот горы песка выросли. Акватория Аби почти месяц как утратила свой первозданный облик. Сегодня здесь работает тяжелая техника. Местные жители, руководство отеля, гости. Место тишины и покоя вынуждены 24 часа в сутки. Слушай, трех тракторов и грузовиков. Мы, к сожалению, не можем понять, что здесь происходит. Работа ведется круглосуточно, еще раз повторюсь, тяжелая техника. Что здесь делают, кто делает. Нет ни таблички, что за организацию. Писали заявление, мы вызывали полицию. Но вот, к сожалению, обратной связи до сих пор у нас так и нет. Администрация города обратную связь нашему телеканалу дала. Вот только перенаправила в Министерство природы. Оказалось, что на этом участке идет добыча песка. И лицензия на работу у частной организации «Северный порт» имеется. У организации есть технический проект разработки месторождения, уточненный контур горного отвода и решение о предоставлении водного объекта в пользование. Отдыхать сюда приезжают гости со всей страны, рассказывает руководство отеля. Вот только с каждым днем отдыхающих все меньше и меньше. Если это раньше считалось загородным тихим комплексом, где можно отдохнуть, то на данный момент он уже таким не является. Они недовольны. Поступает большинство жалоб от гостей. Бывает, срываются. Бывает. Бывает, что на повышенных тонах. Почему не предупредили? Почему заселение идет при таком строительстве? В Минприроды также пояснили, что добыча песка продлится до лета. Осенью возобновится вновь. А это значит, что бизнесу придется размышлять не о том, как улучшать условия пребывания гостей, а как, в принципе, остаться на плаву. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком.